Музыка Музыка Сегодняшний день я о маме спокойно говорить не могу. Вырастить меня, мою сестренку, без мужа, практически без мужа. Видимо, это свойство всех матерей, и каждая из них для каждого из нас особенная. Моя мама мне особенная, потому что я видел ее только в работе. Я не видел ее спящей. Я ложился спать, когда она шила, я просыпался, когда она шила и тихо пела. И пела она прекрасно. Я наш сын малым. Я, проснувшись, не шевеляц, слушал, не стоял. Это большое удовольствие. Я слышал маму, колок мамы. Музыка 10 ноября 1937 года в деревне Курман-Аджи Черноморского района в семье Якубовых родился мальчик Февзи. Он рос жизнерадостным, любознательным, самостоятельным и смелым. Счастливое детство закончилось в 7 лет, в тот самый момент, когда он был вынужден покинуть родину, как все крымские татары в 1944 году. Там, на Чужбине, он очень грустил по бескрайней степи родного Крыма, по журчащим родникам и неповторимым закатам любимого края. Он верил, что вернется в Крым. Он обещал маме. Именно она воспитала маленького мальчика целеустремленным, сильным и благородным человеком. Неоднократно обращаюсь и в прессе, и в публичных своих выступлений к нашей молодежи. Какие бы ситуации, какие бы герои, какие бы решения, нерешения не спасали, нас спасли, наши матери. И возродим-то мы только после того, когда не потеряем священность Матери. Она будет назвать великим свершением. Она будет назвать нас любви друг к другу. Она будет назвать высоким, добрым мотивом. Жизнь вдали от родины омрачилась множеством трудностей. В первый класс босиком. Недостаток сна и полноценной пищи. Чтобы учиться на русском языке, пришлось сменить несколько школ. Все это не помешало Февзи Якубову получить прекрасное образование. Если вот поизучать его жизнь с детских лет, он очень много прожил и пережил, и нажил опыта. С самого детского возраста, потому что это было время, когда надо было выживать. Когда он садился на велосипед, ехал десятками километров в школу ежедневно. Когда после окончания золотой медалью были проблемы с тем, что мы находились в зоне комендантского режима и было трудно куда-то поступать. То есть много было вещей, когда ему надо было самостоятельно маленькому ребенку, маленькому человеку самостоятельно идти по жизни и преодолевать эти препятствия. Своим умом, своим упорством, своим талантом. И вот он вырос в Февзи Якубовича, который создал этот огромный университет. Опять-таки один. Многие могут говорить, я ему помогал. Ну, помогали. Но он-то один в основном все это делал, за всем это ходил, и до сих пор он это делает. Вот такая у него жизненная сила. Волхвы не боятся могучих владык. И княжеский дар им не нужен. Правдив и свободный их вещий язык, и с волей небесную дружить. Хотелось быть свободным, но и в то же время волхвам познать мир. Чувство меры или степень демократии, степень относительной свободы, я увидел в том, что все-таки наиболее свободно в своих рассудениях и мыслих оставят ученые. Поэтому мне очень хочется, чтобы наш народ был одним из цивилизованнейших народов. И в этом есть и мера свободы, и степень свободы, и выражение нашего народа. И та полочка мировой цивилизации, где мы должны как народ оказаться. И это мое твердое убеждение, я поэтому и подчищаю себя всегда вот этим процессом. Способности медалиста действительно были достойны удивления и восхищения. В 1961 году, в возрасте 24 лет, Февзи Якубов успешно заканчивает механико-машиностроительный факультет Ташкентского политехнического института, где и остается работать на кафедре технологии машиностроения. Именно там открывается дорога для нескончаемого потока удивительных возможностей. Он очень плотно трудился. И в самом начале у него была задача владеть знаниями. Вот он в этом плане был каким-то своего рода эгоистом. Знать, знать, знать. А вместе с тем, сейчас эти знания стали одним из ведущих акторов человека. Когда он здесь был, он получил очень большое уважение. Лекции преподавателя были триумфальными. Он мог увлечь любую аудиторию. Неординарная личность Февзи Якубовича и его интеллект позволили реализовать себя в разных направлениях. Вскоре он с легкостью занял достойное место среди известных научных деятелей. Общественно-политическая деятельность давалась так же легко, как и научная. В Ташкенте у меня была очень сильная кафедра. Со всего Советского Союза туда приезжали и восхищались этой кафедрой. Как ученый его признал весь Советский Союз бывший и в дальнейшем уже его коллеги по научной работе. Он всегда был одним из организаторов всех научных движений наших вузов. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Республики Узбекистан. Он давал свои хорошие советы. Неоднократно награждался почетными грамотами Президиума Верховного Совета Республики Узбекистан. Много очень здесь его учеников, которые его вспоминают всегда и будут помнить. Февзиакович очень внимателен к людям. Он, несмотря на большой коллектив, он знал все очень подробно о каждом товарище, с которым он дружил и работал. И всегда при разговоре и при выполнении каких-то работ подчеркивал его особенность каждого товарища, с которым он дружил. В техническом университете организовал школу, формировал школу теории резания металлов, где он выпустил 16 кандидатов наук и два доктора наук и много основных соискателей. Вот он, Февзиакович, очень любил науку. В свое время он умел подбирать очень хороших научных кадров. Вот эти кадры совершили очень большую работу в научном направлении. Он сделал в Узбекистане великолепную карьеру, но каждый день он понимал, что его будущее в Крыму. И как только это стало возможным, он вернулся на родину с мечтой основать высшее учебное заведение. Эта мечта определила всю его дальнейшую деятельность. И первым шагом стала конференция. Когда начал народ возвращаться, задумался о том, что нужен университет. Если не будет университета, возрождения народа полноценным не будет. Ну, представьте, человек, который все прекрасно там в Узбекистане, все собирается и едет на пустое место. Ну, и потом я часто думаю о том, в то время люди делали капиталы, создавали миллионные состояния. А такие вот блаженные, как Визьякубов, создавали школы. Он создал университет. То есть он способен на поступок, способен изменить ход. Я убедился, что он может организовать тот ВУЗ, который выполнял бы огромную миссию. И я для себя сделал вывод. Это тот самый человек, за которым можно идти. Я очень благодарен коллективу нашего университета, что все мы болели, все мы стояли за это. И все мы шли на самую черновую работу, чтобы мы становились университетом. Крыму повезло с таким человеком, с таким активным человеком, с такой ярко выраженной активной позицией гражданской. Февзи Якубович Якубов, который предложил провести совместную конференцию, научно-практическую конференцию крымско-татарских ученых и ученых Крыма. Идея Февзи Якубова была очень интересной, и мы с удовольствием взялись за ее реализацию. И я рад тому, что в апреле 1991 года мы такую конференцию провели. Провели при большом количестве крымско-татарских ученых, их было более ста. Мы действительно тогда услышали друг друга, мы действительно поняли, что нам нужно более активно взаимодействовать. Идея Февзи Якубова имела колоссальное значение для того времени. Важным результатом этой конференции как раз явилось создание Крымского индустриально-педагогического института. Тогда он так назывался. Пришлось пройти через множество преград, высоких и низких. Когда Кипу получил здание, он вообще прыгал. Он радовался безумно. Не мог поверить, что у него получилось. Отдал много сил своих для того, чтобы создать Крымский инженерно-педагогический университет, который готовит высококвалифицированных специалистов. Довольно известный вуз не только в Крыму, но и за его пределами. Крымские татары могут получать образование по многим специальностям, которые будут потом востребованы для социально-экономического развития Крыма. Самое высокое достижение, которое может быть у народа, это когда есть университет. Наш университет, это для него все. Это его жизнь, это его и боль, это его и радость, и лекарство, и стимул. Это ведь памятник не ему лично. Это на самом деле памятник народу. И не только памятник, это живое дело. Я думаю, что трудно переоценить роль Фюзи Якуловича. В 1993 году был создан Крымский государственный индустриально-педагогический институт. Фюзи Якулов был назначен ректором. Именно тогда он обрел уверенность в том, что институт станет площадкой для объединения всех национальностей Крыма. Он знал, что успех приходит благодаря ежедневным целенаправленным действиям. Все вокруг стали свидетелями того, что институт для него не просто работа, а призвание. На самом деле человек не просто создал учебное заведение. Он был озабочен будущим своего народа. И то, что ему удалось, это означает, что и сам народ в него поверил, и власти поверили Фюзи Якуловича. Фюзи Якулович – блестящий ученый. Его руками, его сердцем, его умом создана инженерно-педагогическая школа. Из этой школы вышли блестящие доктора наук, кандидаты наук, организаторы производства, образования. И это все благодаря усилиям Фюзи Якуловича. Держать на знамени университета культ интеллекта, полиэтничность, толерантность – это очень важный момент для нашего народа. С самого начала образования университета поставил эту проблему, образование на крымско-татарском языке, проблемой номер один для Крыма, для крымских татар. Естественно, стал вопрос об открытии аспирантуры на крымско-татарском языке, подготовка кадров. И вот началась работа. Основной задачей общеобразовательного учреждения стала подготовка высококвалифицированных кадров. Институт интенсивно развивался. Спустя 11 лет был переведен в ранг университета. Сегодня Крымский инженерно-педагогический университет входит в число престижных университетов России. Здесь работают более 600 человек, проходят обучение около 6 тысяч студентов. В стенах учебного заведения на протяжении многих лет готовятся бакалавры и магистры. Благодаря языковой подготовке специалисты могут работать в различных направлениях. При университете создан научно-исследовательский институт крымско-татарской филологии и культуры этносов Крыма. В лабораториях проводятся передовые исследования, привлекаются к сотрудничеству, ведущие ученые и талантливые молодые исследователи. Благодаря фундаментальной и кропотливой работе Февзии Якубовича я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть любимая работа. Для меня лично университет дал хорошую площадку для саморазвития и также проявления себя как личности и индивидуальности в обществе. Именно наш университет подарил мне возможность учиться у самых талантливых и креативных преподавателей и работать с мастерами своего дела. Кипу действительно за эти годы стал вторым домом. Февзии Якубович – капитан нашего корабля, а мы – его команда. Один за всех и все за одного. Все эти достижения стали возможны благодаря Февзии Якубовичу, ведь именно он собрал вокруг себя талантливых и верных соратников, которые поддерживают его много лет. Для него важен каждый человек, кто способствовал становлению вуза. Результатом сплоченной работы стало возведение монумента «Возрождение» в 2004 году. Его создатели были награждены национальной премией Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко. Человек, который умеет зажечь. То есть у него всегда внутри горит какой-то огонь, и он вот этот факел, как Прометей. «Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтобы вечно горело». Вот, наверное, под таким девизом он живет. Он радуется всегда, когда кто-то из университета преуспевает, понимаете, когда каждая защита, каждая докторская, каждая диссертация кандидатская. Все равно он считает, что это труд лично тех людей, конечно, но в целом, понимаете, это общий труд, это общее дело. Я верю в то, что его дело будет жить еще очень долго, напоминая нам о том, что когда-то Февзи Якубов сделал все для того, чтобы это учебное заведение служило национальным интересам не только всего крымско-татарского народа, но и всего многонационального крымского сообщества. Я думаю, что когда-нибудь наш университет будет носить его имя, и это будет справедливо. Безусловно, Февзи Якубович является выдающимся крымским татарином, имя которого сегодня освещено не только в сфере образования, но и в сфере общественного строительства. Вот у меня лично выстраиваются устойчивые параллели с нашим еще одним выдающимся соотечественником, это Исмаил Беем Гаспринским. И не только потому, что и один, и другой уделял огромное внимание образованности крымских татар, но и, конечно же, то, что наш Февзи Якубович был основателем, вдохновителем такого прекрасного вуза, как Крымский инженерно-педагогический университет. И, будучи капитаном корабля, он, вне зависимости от того, какой политический шторм или какая погода за пределами его судна обеспечивал успешность, и то, что его корабль всегда шел под парусами с попутным ветром. И, наверное же, это самый яркий пример лидера, который, объединяя людей, вел за собой к единой цели. Университет получил новый импульс с возвращением в Россию. Возобновилось строительство Центра полиэтнической культуры молодежи. Будущий центр будет представлять международный, научно-образовательный и культурный студенческий комплекс, включающий все объекты, необходимые для того, чтобы молодежь получала всестороннее развитие, мастерские народных промыслов, современная библиотека, спортивный комплекс и общежитие. Он умеет совершенно четко ставить цели. Умеет формулировать задачи для достижения этой цели. И умеет организовывать коллектив для достижения этих целей. Безграничное трудолюбие. Характер, воля. Я всегда поражаюсь его воле. Я 16 лет ходил по всем президентам, по всем председателям Совета Министров Украины, чтобы начать этот объект строить. Вот когда мы вернулись в Россию, как вы видите, объект строится уже. Я очень благодарен России, Владимиру Владимировичу Путину, Сергею Валерьевичу Аксенову, Вальбеку Руслану Испавловичу. Уже сегодня мы можем сказать, что мы находимся на этапе строительства. Аналогов этому нет ни в Украине, ни в одном субъекте Российской Федерации. В войне приятно, что наш выдающийся соотечественник сегодня воплощает в жизнь Центр полиэтнической культуры, который будет объединять все этносы, обеспечивать синергетический эффект, когда взаимодействие культур обеспечит то, чтобы Крым, впитывая все самое лучшее, давал возможность нам обогащаться и двигаться вперед. Достижение одной цели повышает, расширяет горизонты, и он ставит более амбиционные задачи. И вот этот процесс, он просто нескончаемый. Но в конечном итоге, когда оглядываешься назад, ты видишь, какой путь пройден. Порой идеи носят, возможно, и утопический характер, но когда он всех на эти идеи направляет, и когда мы приходим к этим результатам, мы видим, что оказывается и невозможное может быть возможным. Вот такой вот Февзиакович. Он относится к той категории людей, которые всю жизнь работали и в работе, в созидании видели себя. А опыта и знаний, мудрости у него предостаточно. И я думаю, что при таком президенте университет и дальше будет развиваться. Успех прошлой и настоящей жизни Февзи Якубова человека с сильным характером вызывает восторг у современников. Ведь он, прожив нелегкую жизнь, добился того, что его главная мечта была исполнена на родине. Здесь он продолжает исследования по термодинамике процесса резания материалов, направление, которому он посвятил всю научную жизнь. Февзи Якубович написал более 200 научных работ, в том числе монографий, учебники и учебные пособия по обработке металлов резанием. Получил 12 авторских свидетельств. Большой успех — это результат огромного количества дел, каждый из которых Февзи Якубов доводил до совершенства. Он выбрал нелегкий путь к великим знаниям, внес грандиозный вклад в образование крымчан. Уверен, что молодежь оценит этот подвиг. Ведь образование способствует развитию каждого народа. Надеюсь, что среди выпускников нашего вуза будут такие ученые, которые в будущем смогут открывать новые вузы. Пусть Всевышний поможет совершать такие поступки всем желающим. Говорят, что время — лучший фильтр деяний человека. Я сегодня очень рад тому обстоятельству, что мой друг, известный ученый, известный общественный деятель Крыма, Февзи Якубов отмечает, готовится отметить свое 80-летие. Я рад, что в моей жизни такой человек появился. Когда я приехал в Крым, это был тот человек, который взял меня за руку и много чего научил. Февзи Якубович является для меня наставником, является моим братом и моим очень большим другом. Он красивый, здоровый, умный, талантливый, шикарный. Я благодарен судьбе, что у меня есть такой друг. Крымский гуманитарный университет всегда вспоминает его блестящее выступление, встречи с нашими студентами. Я считаю себя одним из самых счастливых людей, когда я сумел в студенческие годы встретиться и сблизиться с таким великим человеком. То, что он сделал и для Узбекистана, и для своей республики, это его возводит в число выдающихся людей своего времени. Нужно отдать ему должное. В 2004 году пришел работать в КПУ. И, честно говоря, то, что я был кандидат в науку, для меня было выше крыши. Я и так 50 лет стал кандидат в науке, мне казалось, что моя жизненная программа была. Но Февзи Якубович своей энергией, своей логикой убедил меня, чтобы надо дальше учиться. Я на него смотрел в шоке. Говорю, как? Чего? Он говорит, ты должен стать доктором науки. Зачем? Ничего. А он говорит, понимаешь, твои знания, твой опыт нуждаются в оправе. А оправа – это звание доктора науки. И тогда всё, что ты пишешь, всё, что ты знаешь, получит совершенно другое изучение. И он меня убедил. И я ещё 10 лет потратил на то, чтобы подготовить докторскую диссертацию, защитить её. И вот я сейчас говорю, что то, что я стал доктором науки, это, конечно, без моего друга Февзи Якубова было бы невозможно. Февзи Якубов – учёный, педагог, общественный деятель, заслуженный работник народного образования Украины, почётный доктор. Именно поэтому многие называют его героем нашего времени. У него железная воля, понимаете? Вот он может и ночью не спать. Он может работать тогда, когда всё против него. И быть выше как-то обстоятельств. Вот умеет брать себя в руки, умеет не унывать. Он даёт отчёт сам себе, что он самый старший. И он в ответе за судьбу каждого члена своей семьи. И потому он прикладывает много усилий, чтобы и дети, и внуки шли в жизни по правильной дороге. Может быть, своим примером, а может быть, своим отношением. Во всех его словах, во всех его нравоучениях есть одна нить, которая приводит к тому, чтобы они все были полноценными людьми, честными, правдивыми, порядочными. Мне трудно представить, кем бы я был, если бы не Февзиакубович. Знаете, он меня научил в жизни очень многому. Февзиакубович действительно выдающийся человек, и я понимаю, что нам до него, ну, расти, 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 и, наверное, никогда не дорасти, никогда не вырасти. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вот его внуки как можно больше взяли от Февзиакубовича и были, в общем, просто-напросто на него похожи. Это мое самое большое желание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok